Вот я вот так кину камушек. Вот так и развлекаются. Бросают камушки, любуются кругами на воде и ходят по замкнутому кругу. Жители двухэтажки в горняке ежедневно обрывают телефон своей УК. Требуют устранить бассейн в подвале, отремонтировать дом, который уходит под землю. Вон он подвал. И там вода. У нас дом накренился. Он у нас просто-напросто развалится. А развалится только потому, что у нас в подвале на протяжении, я не знаю, ну может быть 30 лет стоит вода. У нас полный подвал воды. Ну то есть там метров, метра четыре. В стенах трещины штукатурка сыпется. Два года назад было погеи разрушений. В подъезде лопнула стена. Жители чудом не пострадали. Все девчонки выскочили, напугались сильно и МЧС вызывали. Обследовали, вскрыли пол и увидели, что там пропало, фундамент пропал. Управляющая компания все там подлили, заштукатурили, все сделали. Но два года прошло и снова пошла трещина. Управляющая организация выполняет текущий ремонт. Я буквально вчера был на этом доме. У них образуются трещины, да, рабочие трещины. Но путем текущего ремонта их устранил. Упустранила управляющая организация. Дом 1952 года постройки. Аварийным не признан. Капитальный ремонт в последний раз проводился в 2008 году. Около двух миллионов рублей ушло на то, чтобы отремонтировать крышу, фасад, систему электроснабжения. Но Капримон, жалуются жители, не помог. Дом как проседал, так и проседает. Одна из причин – грунтовые воды, отмечают в администрации горняка. У нас горняки, сами понимаете, местность заболочена. И есть момент большой концентрации воды в подвале. Сейчас в мэрии решают, как спасать разрушающееся здание. А между тем, условиями содержания людей заинтересовалась Алтайская прокуратура и региональный следственный комитет. Они организовали проверку в отношении должностных лиц города. Понесет ли кто-нибудь ответственность за то, что жители двухэтажки рискуют оказаться под завалами собственного дома, узнаем после ведомственных проверок. Мы продолжим следить за коммунальной проблемой в горняке. Валентина Аскерова, Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.